Уже вечером 18 января в православных храмах начнутся праздничные богослужения. Верующие будут отмечать крещение Господне. Согласно религиозной традиции, во время торжества совершается чин великого освящения воды, в том числе в открытых водоемах, поэтому мероприятие сопровождает массовое купание. В 2022 году Иордани, проруби, выполненные в форме креста, будут организованы в селе Троицком, деревнях Пчёлка и Витенёва. Также омовения состоятся в купиле часовни Никольского храма в посёлке Никола Прозорова. Большое внимание будет уделено безопасности верующих. Сегодня этот вопрос стоит на контроле губернатора Московской области. В понедельник в рамках ВКС будет этот вопрос уже докладываться на ВКС у губернатора. Поэтому сегодня наша задача определить все моменты, которые необходимо обсудить в части безопасности, ещё раз повторюсь, и обеспечение проведения мероприятий. Одним из популярных мест в Крещенскую ночь становится Клязьминское водохранилище. Ожидается, что в этом году, несмотря на будний день, в село Троицкое прибудут порядка полутора тысяч верующих. Преднеси силы, которые будут вырезать эти купели. У нас сами конструкции находятся у нас тоже, они готовы с того года. Также у нас имеются специальные настилы, обитые типа искусственной травой для прохода всех желающих, кто будет купаться. Палатки нам дают, договорился отец Владимир, дают тоже договорённый съезд, дают военные. Палатки, которые были в том году, они, соответственно, с печным отоплением. И, как мы говорили, нужны будут нам волонтёры. Деревянные сходни будут установлены и на других водоёмах, в которых пройдут крещенские купания. Также планируется обследовать и очистить от посторонних предметов дно, там, где это необходимо, установить дополнительное освещение, палатки с подогрева, мусорные баки и туалетные кабинки, организовать чаепидия. Сотрудники экстренных служб обеспечат безопасность участников праздника. У нас инструктаж на территории 4-го отдела полиции. Также собрана мобильный экипирный резерв полиции 30 сотрудников на случай осложнения оперативной обстановки. Далее, и где-то на Троицком у нас будет около 18-20 сотрудников полиции дежурить. Ну, они будут посменны, мы туда выставим автобус для сотрудников полиции, также для обогрева, чтобы они тоже ходили каждый час, менялись в зависимости от погонных условий. Почти сутки возле Иордании планируют дежурить полицейские. Также там будут спасатели, бригады скорой помощи и волонтеры. После того, как праздник закончится, проруби закроют в щитами во избежание несчастных случаев. По этой же причине священнослужители призывают своих прихожан не совершать омовения в неустановленных местах. Надежда Звягинцева, Олег Степанов, Первый, Мытищинский.